Продолжение следует... 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 Мне когда-то совершенно потрясло его стихотворение «Сонет об истории», который мне всегда казался таким указанием, как понимать историю. Это начинается с древней истории, первые два куплета в основном от Древней Греции, а потом он переходит к Французской революции. А последняя строка, как бы цветовая символика, «Мелнс, Сарканс, Судровс, Наве, Асинц, Эшафотс» «Чернь с красным, серебро, смерть, кровь и эшафот». Вот что такое история. Ну и дальше свою биографию он это подчеркнул. Но вместе с тем такие завидные советы, которые тоже остаются на всю жизнь, всегда от великих поэтов. У него есть замечательная поэма, баллада о трубке грёз по поводу индейцев, которые научились курить трубку и так далее. Но это символика вот этой романтической европейской культуры, в которую он и с ним тогда замечательная молодая латышская поэзия «После рая не заступала». Там есть такие строки «Ман ир сап ню пипе, он ман пейдер вис». «Трубка грёз со мной, всё есть у меня». Вот эта «Трубка грёз», она, конечно, от романтиков, в том числе от балтийских романтиков, латышских, литовских, перешла к нам и много для нас значила. И потом, когда мы, скажем, оценили Райнеса, то в нём понимали тоже именно это. Нам с Топоровым очень нравилось, у нас обоих где-то есть цитаты эти, из одного замечательного стихотворения Райнеса, где он говорит о своём восприятии мира. Хотя лёд так красив и ярко блестит, тем не менее сердце тоскует по-живому и по-свободному. Ну вот с этим мы вошли в изучение латышской и литовской поэзии, особенно народной. Для нас много значили собрания латышских народных стихов Энзелина и других, и собрания литовских народных стихов, начиная с XIX века. Мы много из этого знали наизусть и пытались понять, как эта древняя поэзия откликнулась в современности и как уникальным образом только в этой части эндоевропейского языкового и поэтического мира какие-то мифологические образы и темы, намеченные еще в общее индоевропейское время, как мы все теперь знаем, то есть примерно 5-7 тысяч лет назад, как они дошли до нашего времени. И до сих пор литовские и латышские крестьяне в своих песнях воспроизводят то, что мы теперь понимаем, относилось к столь далекому времени. Когда мы стали увлеченные этой поэзией и поэзией этих языков, когда мы стали глубже разбираться в том, что может дать новый подход к их исследованию, обнаружилось то, что мы попытались 51 год назад изложить в нашем докладе с Топоровым на съезде славистов в Москве, оказывается, вот сходство Балтийского и Славянского глубже, чем многие думали. И можно думать не просто о реконструкции какого-то общего прошлого, а можно пытаться понять, как прославянский соотносятся с прабалтославянским или прабалтийским. Это чрезвычайно увлекательная область занятий, и постепенно она слилась с исследованием балтославянских отношений языковых и культурных в более широком плане, как это понимается в современной науке в связи с понятием языковых союзов, чем мы с Топоровым и группа к нам примыкавших ученых в этом институте главным образом, но и в некоторых других научных учреждениях России занимались в течение последующего полувека. Поэтому то, что сегодня происходит, для меня в какой-то степени продолжение начатого тогда, очень давно, и я рад, что эта половина столетия не прошла даром, и мы вступаем в новый период, и я благодарю всех, кто помог этому развитию, и для дальнейших приветствий сейчас буду представлять слово собравшимся здесь нашим друзьям и коллегам. И первым выступает директор Института словиноведения РАН Константин Владимирович Никифоров. Спасибо. Я попытаюсь коротко совсем сказать, не являясь специалистом по этому предмету. В принципе, наш институт, он занимается со стороны России обширным регионом, который имеет свои пределы. Два из них, два предела естественных, это морские пределы, это Балтик и Адриотическое море, один предел такой более абстрактный, это германский мир, немецкоязычный мир, которым граничит славянскими. И вот если мы посмотрим то, чем занимается отдел типологии сравнительного языкознания, вы знаете, недавно там было создано два центра. Один центр это славяно-германских исследований, другой центр балканика, то есть славяно-балканских исследований. И вот сейчас, создавая центр славяно-балтийских исследований, мы как бы замыкаем вот эту дугу, которым наш институт занимается. То есть, мне кажется, все это очень логично. И, ну, нельзя сказать, конечно, что у нас в институте не занимались этими проблемами, только что Вячеслав Всеволодович как раз рассказал, что это имеет полувека, вообще история всех занятий. Но, тем не менее, может быть, такая формализация помогает и будет помогать нам в дальнейших исследованиях. По крайней мере, два центра, которые уже созданы, германские и балканские, они очень хорошо начали работать, очень активно. Причем они абсолютно не похожи друг на друга, каждый работает по-своему. Это, мне кажется, очень-очень хорошо. Я думаю, что и вот этот третий центр, который мы завершаем, вот это окружение нашего региона и создаем, вернее, уже создали, но сегодня, как бы, об этом говорим. Он, я тоже думаю, что найдет какое-то собственное лицо, совсем, может быть, другое, но также будет активно работать и к нашему всеобщему удовлетворению. Поэтому я еще раз поздравляю всех. Я считаю, что все, что произошло, это очень логично, очень-очень правильно и будем, я думаю, работать дальше, уже думать над какими-то другими идеями. А пока, мне кажется, что все случилось то, что должно было случиться. Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. . . Спасибо. . 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 не могу не вспомнить в этой связи Владимира Николаевича Топорова, который был душой большинства этих конференций, нашим большим другом и постоянным посетителем. В последние три года уже без него мы проводили и проводим чтение его памяти. И для нас это большая честь, что эти серьезные конференции, собирающие известных ученых из разных стран, чтобы почтить его память, проходят именно у нас в доме Юргиса Балтрушайтиса. Таким образом, я хотел подчеркнуть, что наше посольство очень тесно связано с вашим институтом и надеюсь эти связи сохранятся и в дальнейшем. Думаю, Владимир Николаевич был бы очень рад сегодняшнему событию, открытию здесь, в его родном институте Балтославянского центра. Я знаю, что он очень радел за развитие Балтистики в России. У нас даже была совместная попытка создать общество Балтистов в России, но, к сожалению, трудности всякого рода не помешали это нам осуществить. Сейчас, я надеюсь, открывающийся центр реализует и воплотит в себя все эти несостоявшиеся инициативы и будет также продолжать все то, что делалось до сих пор. Мы же, со своей стороны, конечно, если от нас будут требоваться какие-нибудь усилия помощи или помощи какой-то поддержки, если так можно сказать, навсегда готовы, очень рады, если ваше просвещенное общество будет и дальше посещать наш дом Балтрушайтиса, что для нас очень-очень большая честь. Я был рад вас видеть там у нас в гостях. Спасибо большое. Поздравляю с этим великим событием. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Вы знаете, меня сейчас не покидает ощущение дежавю. Знаете, так бывает, когда почтенная пара, которая всю жизнь прожила вместе, и у них дети, внуки, даже правнуки, и вот они решили зарегистрировать свой брак. Браки совершаются на небесах, и, собственно, и наука продвигается не административными рескриптами, а теми выдающимися учеными, которые открывают эти направления, и которые в данном случае сделали очень много. Это и фундаментальные труды, это и, собственно, значительная серия болтославянских исследований. Так что не очень понятно, как и в случае этой благочестивой пары, что мы должны праздновать. Начало или юбилей? Балтославянские исследования, как уже было замечено, являются важной частью вообще общей славянской проблематики. И у истоков, и съездовского движения, вернее, нового импульса, придавшего новый совершенно смысл съездам словистов, были люди, которые сейчас и составляют лицо этого болтославянских исследований. Именно поэтому, как мне кажется, отдел в Институте славяновидения, которым руководит Татьяна Михайловна, работает так эффективно и интересно. Конечно, здесь очень велика административная роль Татьяны Михайловны, но мне кажется, молодежь приходит в этот отдел как мотыльки на свет, потому что здесь работают такие выдающиеся ученые. И те центры, которые уже созданы в этом отделе, они созданы, по сути, внуками, только что не в прямом смысле этого слова, и центры славяно-германских исследований, и балканских исследований. Это замечательно, ну и, вероятно, хорошо, что теперь формализовали, так сказать, свою деятельность их отцы, деды и так далее. Для словистического движения эта проблематика остается крайне важной. Мы очень заинтересованы в том, чтобы и в дальнейшем на съездах словистов звучали ваши голоса. Ну и поэтому, представляя еще раз сегодняшнее событие как юбилей, я хочу пожелать организаторам многое лето. Спасибо. 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 Дорогие друзья, от имени филологического факультета Ингелия Ломоносова, от имени Центра балтистики филологического факультета, хочу поприветствовать и поздравить всех нас, вас и всех нас с рождением вот такой замечательной структуры Центра балтославянских исследований, хотя это такой естественный шаг и, собственно говоря, свидетельствует о том, что здесь закрепляется некая балтийская составляющая этих исследований, поскольку балтославянские исследования проводились давно, и, как известно, в МГУ литуанистика существовала с 1863 года и развивалась, однако вот такая структура административного характера родилась в МГУ только в прошлом году. Но что хочется мне прежде всего сказать, что воспитание молодого поколения балтистов лежит на наших плечах, и мы этому очень рады, и поэтому хочу вручить почетную грамоту Аркадию Петру Михайловичу, который участвовал в Дне науки Филологического факультета Ломоносов 2009 с докладом о семантике одного непродуктивного морфологического противопоставления в глагольной системе литовского языка. Это, так сказать, свидетельство о нашей деятельности, совместной деятельности, то есть о нашей работе. И присутствующий здесь Гросильде Блажене хочу передать тоже грамоту для Тримонити Пикелени Юрга за лучший доклад в секции «Особенности фонотактических рефренов» и Веронике Адуманити с докладом, выступившей у нас докладом, айконимы с суффиксом «ишк». Таким образом, это свидетельствует о том, что мы уже работаем, работаем активно, и хочется пожелать всем нам успешности и такой активности. Ну и хочется завершить на несколько сентиментальной, скажу по секрету, по моим наблюдениям, такая сентиментальность немножко свойственна литовским поэтическим текстам. Но вот такой красивый текст поэтический, мне хочется посвятить памяти Владимира Николаевича Топорова, Татьяны Вячеславовны Булыгиной, вот чите Шмелёвых, чите Топоровых. Погнали. Субтитры создавал DimaTorzok Тем не менее, давай пойдем вдвоем вместе по еще нехожим тропам жизни, вдвоем достигнем того, что имеем, вдвоем будем работать, как можем, и вдвоем будем надеяться на плоды, которым могли бы вместе радоваться. Давай будем поддерживать друг друга в супружестве, а любовь благословит нашу жизнь, облегчит ношу ее горестей. Прекрасная грамматическая категория двойственного числа в балтийских языках, о которой можно сказать как о символе наших будущих отношений. Ну и в заключение прибавить вот в этот яркий букет балтийский верх, такой балтийской акварельности. Большое спасибо. Спасибо. Большое спасибо. Большое спасибо. Большое спасибо. Приветствовать Центр Балтославянских исследований от имени нашего Института Литовской литературы и фольклора. Я сперва скажу несколько слов как литератор, потому что я провел вот несколько предыдущих дней в Москве, в Московском книжном фестивале, благодаря Йозе Субудраят и Суймарией Завьяловой. И слушая русских писателей, театралов, общаясь с ними, было такое ощущение, такое впечатление, что как-то мы знаем одни о других, о наших культурах, но знаем все-таки в настоящем процессе, знаем все-таки достаточно поверхностно, как-то наложился слой таких, ну вот не знаю, то ли в пол политических, то ли в пол таких теперешних постмодернистических стереотипов, через которых пробиться не так уж легко, но когда вот слушаешь крупных русских писателей, появляются, вот эти стереотипы исчезают, и появляется чувство того, о чем говорил профессор Иванов, поэзия языка, какое-то индоевропейское звучание, которое общее этим литературам и этому фольклору, и которое по-настоящему существует. Трудно сказать, как это происходит, но свобода выраза, экспрессия и интеллектуальная, целый интеллектуальный путь мысли, я думаю, что это нас очень связывает и в теперешнем времени. Так что я думаю, что со всеми миссиями, со всеми значениями этого центра, есть одно большое значение, сопротивляться вот этим стереотипам и говорить о том, что существует несмотря на все обстановки и к чему, и чего надо держаться. Вот когда приезжаешь в Москву, конечно, не можно обойти, не мыслить о имени Юргиса Балтрушайтиса. Вот такой человек, такая личность, я думаю, теперь возвращается, какое-то время Балтрушайтиса, потому что во времена кризиса, во времена, когда появляется очень много вопросов и неясностей, вот такие твердые, стойкие, спокойные личности притягивают. И Балтрушайтис всегда говорил, у него в поэзии есть такой повторяющийся мотив, тоже, конечно, мифологический, мотив зерна, маленького зерна, из которого произрастает очень много, зерно, которое произрастает сотни разов, которое произрастает новую жизнь. Вот мне этот центр, который сегодня открывается, вот подобен этого маленького зерна. Но сеется он, это тоже мотив Балтрушайтиса, очень опытными великими сеятелями, профессор Топоров и профессор Иванов. И сеется он, конечно, в древнем поле, в очень богатом поле. Так что, я думаю, жизнь, очень богатая жизнь в этом зерне имеется. И все будут тянуться к нему, тянуться с разных сторон. И с разных сторон Бальтистики, и с разных сторон нашего региона. Как подарок, символический подарок новому центру, мы из института привезли собрание вариантов очень древней нашей сказки «Эглия, королева уже», собрание, приготовленное нашего профессора Леонарда Сосауки в четырех томах, в котором имеются литовские, латышские, российские, славянские, финские и всякие иные варианты. Вот как символ того, что нас в глубине объединяет. Очень приятно. Спасибо вам большое. Я думаю, что мы все солитарны тем, что сейчас говорилось. Конечно, основное именно то, что мы, когда задумываем будущий балтийский, славянский центр и другие подобные начинания, мы думаем именно о том, что происходит в большом времени. То есть в том большом времени, в котором существенно единство балтийских и славянских народов, и несущественно такие приходящие моменты, которые многим заслоняют вот это главное основное. Я думаю, что наша задача именно заключается в том, чтобы продолжать заниматься основными вещами, какие бы мелочи при этом не происходили вокруг. В конце концов, с какой-то точки зрения многое из случившихся высказок в конце концов. В конце концов, с какой-то точки зрения мелочи. А в 21-м веке мы надеемся больше внимания выделить большому тренингу. Дорогие коллеги, Традиции балтистики в Москве уже на протяжении ряда десятилетий, как известно, теснее всего связаны с Институтом Славяноведения и Балканистики. И в особенности с именами Владимира Николаевича Топорова, светлая ему память, и Вячеслава Всеволодовича Иванова. Поэтому представляется более чем закономерным, что именно здесь начинает работу уже институционализированный центр балтистики. И что главную ответственность за первые шаги этого центра взял на себя Вячеслав Всеволодович. От именения латвийских балтистов поздравляю московских коллег с новыми возможностями и надеюсь, что результатом работы центра балтистики будут как капитальные исследования под девизом «Через балтистику к эндоверопеистике», так и глубокие аналитические работы, посвященные специфическим проблемам балтийских языков. Илга Янсена, директор Института латышского языка Латвийского университета. Спасибо большое. И, наконец, приветственное слово Нью-Лауренкене читает наш замечательный организатор Суббор Завелого. Юли Лауренкене наш большой друг. Она, к сожалению, не смогла приехать. Долгое время она работала в Институте литовской литературы и фольклора. И вот прислала нам поздравления. Дорогие коллеги, искренне приветствую инициативу отдела типологии сравнительного языка знания Института славяноведения РАН по открытию Центра балтославянских исследований. Необходимость изучения балтославянских связей в разных аспектах и особенно в плане этногенеза была сформулирована лингвистами из тогдашнего сектора структурной типологии в 60-х годах прошлого века. Уже тогда они пытались проникнуть в глубинную суть таинственной предыстории отношений балтосославян и на языковом уровне, и на уровне духовной культуры. Имена Владимира Николаевича Топорова и Вячеслава Сеулыча Иванова в Литве хорошо известны. Их высоко ценят не только за новые идеи, но и за гуманистическую позицию по отношению к балтийским народам. Как говорил Топоров, реконструкция исчезнувших языков, имеется в виду прусский язык, для него была не только научной, но также и моральной задачей. Любая возможность научных и человеческих контактов с московскими балтистами и словистами была для нас важным событием. Многие из них не раз бывали в Литве. Мне довелось слышать вильнюсе лекции Вячеслава Сеулыча Иванова, Татьяны Яковлевны Елизаренковой. В 1979 году Институтом славяноведения была организована научная экспедиция в Балтославянское пограничье в Пелесу. В этой экспедиции участвовали Владимир Николаевич Топоров, его супруга Татьяна Яковлевна Елизаренкова, Тамара Михайловна Судник, Татьяна Владимировна Цевьян. В нашей памяти эта экспедиция связана с теплыми воспоминаниями об их близких контактах с местными жителями, о желании изучить их язык, традиции и менталитет. В последние годы в Литву часто приезжает с научными целями Мария Вячеславовна Завьялова, которая стала посредником между балтистами Москвы и Вильнюса. Я знаю вашу научную серьезность в осуществлении балтославянских исследований. В своем личном опыте я ощущаю современные и древние контакты балтов и славян. И поэтому я очень позитивно оцениваю идею создания Балтославянского центра, видя новую перспективу для совместных работ, к которым я хотела бы присоединиться и своими усилиями. Ниоли Лоренкенен. Мы таким образом прослушали все те приветки, которые предполагались в этой части нашего заседания. И дальше... Парк, извините, вот вы поставите сейчас в тендеральном входе, я ее могу встретить. Может быть, мы в любом случае сделаем. И вы ее вследите, а у нас продолжается заседание через 5 минут. Спасибо. 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 Спасибо.